Экскурсия, которую вы увидите, была проведена в сентябре 2016 года, и там среди экскурсантов есть человек в солнцезащитных очках и в такой ярко-зеленой флуоресцентной куртке. Он там периодически что-то фотографирует, и часть этих фотографий я даже использую по ходу пьесы. Это Иван Крючков. Он был музыкант, был участником ансамбля имени Александрова, и он был на том самом самолете, который разбился. Я бы хотел обратить ваше внимание на эту деталь, потому что я там даже в определенный момент говорю, что среди нас есть человек, который окончил Гнесинку, поскольку мы мимо проходили, и он там фигурирует. Чтобы почтить память человека, который делал очень достойные, клевые фотографии с моих экскурсий. И был бы он сейчас жив, то, наверное, не менее клевые фотографии были бы из моих лекций. А теперь непосредственно к маршруту. Это такая типичная моя московская экскурсия за вычетом переходов, чтобы как-то сократить время повествования. Мы с вами находимся на площади Арбатских ворот. Я вам специально предварительно показал сравнительную карту-схему, что тут было и что тут стало. Дело в том, что я, на всякий случай, мало ли, не в курсе. Да. Вот этого раньше не было. Здесь была Большая Молчановка. Большой Арбат, который изначально назывался Калининским проспектом, москвичи прозвали вставная челюсть Арбата. А вот эти вот высотки, которые стоят, их назвали Мишкиными книжками в честь главного архитектора Москвы Михаила Пасухина. Изначально на этом месте стояло аж две церкви. В честь одной из них поставлена вот эта вот мемориальная, не знаю, как назвать, стелла или что, да? Сейчас я достану свои картиночки. Здесь стояла церковь святых Бориса и Глеба. Я вам ее сейчас покажу. Выглядела она вот так. Вот она у меня есть двух вариантов, да? Вот. Церковь святых Бориса и Глеба у Арбатских ворот. Она стояла не прямо вот на этом месте, это не совсем правильное местоположение, это с тыла, она стояла чуть-чуть подальше. И где она конкретно стояла, становится понятным, ну, относительно понятным, да? Если мы посмотрим, вот, например, вот на эту картинку, обратите внимание на довольно характерную башню Маслякома за ней. То есть, если вы посмотрите туда и посмотрите на картинку, вы поймете, где эта церковь святых Бориса и Глеба находилась. И есть еще у меня, нет, нет у меня, но была, но нету. Была у меня еще более общая фотография, но, возможно, я ее не взял, которая показывает вообще перспективу всей этой Арбатской площади, нет, она была. Зуб даю, была. Я сегодня с утра же проверял. Да, вот она. Это уже перспектива в другую сторону. Это уже перспектива туда. То есть, вот, давайте мы даже вот развернемся, чтобы вам было понятно. Видите, да? Но это уже другая церковь. То есть, опять-таки, главный ориентир здесь у нас на этой фотографии что? Посмотрите. Храм Пресла Спасителя, логично, да? Тут уже другая церковь, которая стояла чуть поудаль. Сейчас мы туда сходим. Вот. Но прежде чем мы туда сходим, хочу сказать пару слов вот про этот кинотеатр. Это один из старейших наших кинотеатров, причем его называют премьерным. Построен он по проектору Шехтеля, ни больше, ни меньше. В Тимпанах раньше находились скульптурные грубные рельефы. Это был один из последних оплотов защиты юнкеров против большевиков, которые рвались к Кремлю оттуда, да? И они защищали, соответственно, на Кремль сначала здесь, потом вот у нас будет вторая экскурсия по этому Никитскому бульвару. Я покажу вам еще один кинотеатр. Унион. Вот они прямо так очень любили, значит, в кинотеатрах багрикодироваться, да? И потом они, соответственно, закончили свое противостояние в Александровском училище. Мы с вами давайте подойдем к станции метро Арпадская. Но она опять-таки стоит не совсем там, где она, по идее, должна стоять, потому что стоять она должна быть здесь. Так они выглядят. На самом деле церкви практически одинаковые, но если присмотреться, можно найти ряд отличий. Да, это храм Тихона Чудотворца. Я прошу прощения, к сожалению, северный Дорей задувает. И стояли эти две церкви. Потом, после революции, вот в этом храме организовали не больше, не меньше, как бетонный завод. И его разбирали, и материал, который получался в процессе переработки стен, ну, такая, некое подобие щебенки, его сразу же пускали на строительство метрополитена. И вот эта вот станция метро, она, ну, во-первых, она по статистике метрополитена одна из самых малопроходимых, такая, одна из самых пустынных, назовем это так, станций метро нашей столицы, что довольно, согласитесь, не характерно, да, для такого нагруженного города, как Москва. По замыслу Лазаря Кагановича, который, в общем-то, руководил постройкой московского метрополитена. И надо сказать, что по профессии он был сапожник. В графе образования он писал незаконченное нижнее, вот, незаконченное низшее, извините, да. Ну, вот, опять-таки, да, социальный лифт в Советской Республике. Был сапожник, стал главой метрополитеном. Понятно, что он не сам это все дело строил. Кстати, на постройку московского метрополитена он подтянул на руководящие должности еще некого Хрущева, который, надо отдать ему должное, проявил себя здесь как раз лучшей стороны, да. То есть он действительно взял свои руки и вот в данном плане господин Хрущев проявил себя позитивно. Так вот, как вы знаете, у нас есть театр российской армии, который построен в форме пятиконечной звезды. Это была вообще такая мания Советского Союза. Вот у нас вчера была встреча с одним из моих клиентов на станции метро Ломоносовская. Мы как раз ехали, я рассказывал своим коллегам, что там рядом стоит дом, где мой приятель раньше жил. Он на родине называется Колбаса. Почему? Потому что он вот, он идет вот так вот прямо, закругляется и все, и обрывается. Потому что его тоже начали строить как большой такой часть серпа, но потом решили, не надо, и закончили. Поэтому вот название Колбаса ему больше подходит. Точно так же в Ленинграде, в Петербурге, на станции метро Нарская знаменитая школа, которая сверху выглядит как серп и молот школы, вот эта гантомания, то есть с высоты птичьего полета, да, должно было выглядеть как пятиконечная звезда. Форма эта не совсем утилитарная, но то есть она не очень приспособлена вообще для практических целей. То есть я читал как бы воспоминания, что в этом театре Красной Армии очень долго не могли понять, а что им делать вот с этими замечательными помещениями, которые, ну то есть не пришли копыль и хвост, они просто неудобные. Ну и, соответственно, потом вот здесь был возведен комплекс наркомата обороны, то есть это, в общем-то, самое главное место нашей армии, да, там базировался весь генералитет, там под ним есть выход в метро, то есть они могли погрузиться, моментально, значит, уехать. Точно так же там он в определенных ситуациях трансформировался в такое гигантское бомбоубежище. И, естественно, это было главной целью немецко-фашистских войск при атаке на Москву. То есть Люфтваффе, когда залетала в Москву, одной из главных целей был наркомат обороны. И поскольку, ну, Google Maps еще не функционировал в то время, да, и Ядекс-карты тоже, то надо было как-то ориентироваться. И самым лучшим ориентиром для того, чтобы найти наркомат обороны, была вот эта замечательная станция метрополитена. Ее, конечно, маскировали, но это было бесполезно, потому что они летели, видели звездочку, понимали, ага, звездочка, бомбить сюда. Вот, и бомбили, надо сказать, и вот там стоит памятник Гоголя, я сейчас про него не буду рассказывать, потому что это тема нашей следующей экскурсии. Вот там до этого стоял другой памятник, и, надо сказать, ему повезло, в него не попало вообще ни одного, ни снаряда, ни осколка. Но, тем не менее, вот насколько, опять-таки, зацените, не стратегическое мышление, потому что все тогда знали, что война возможна, на самом деле, да, и вся эта индустриализация, она была направлена на подготовку к этой войне, но никто, видите, не предполагал, что, оказывается, Москву могут бомбить. Теперь давайте мы с вами развернемся. И здесь я хочу обратить ваше внимание вот на это здание. Значит, это ресторан, небезызвестный вам, Прага. Сейчас я покажу, он, на самом деле, несколько раз перестраивался. Я вот так вот сейчас, я вот себе тут все так организовал удобно, чтобы вот меня прямо по пунктам было показывать. В итоге, как обычно, все, черт твои бабушки, перепутал. Значит, у него было несколько проектов. Вот это первый проект. Проект архитектора Льва Кекушева. Я вам сегодня покажу, потому что у нас строения Льва Кекушева будут встречаться на Поварской очень много и очень часто. То есть, обратите внимание, было-стало, да? Причем, это изначальный проект. В любимом кекушевском стиле модерн. Затем, затем, был, этот ресторан был переделан. И стал он выглядеть, как он стал? Выглядеть, стал он выглядеть вот так. То есть, убрали эту башню. Ну, а потом уже в советские годы его окончательно реконструировали, настроили еще один этаж. И, ну, вот, получился такая помесь чего-то с чем-то. Значит, довольно интересная история этого ресторана. Его вообще выиграл, ну, там по разным версиям, в карте, в бильярд, во что угодно. Значит, купец Татарыкин, звали его Петр Семенович. Работать в этом ресторане было настолько престижно и прибыльно официантам, что они, вы можете себе представить, они отдавали процент с чаевых Татарыкину. То есть, вот насколько чаевые там были. И если отсюда официант по какой-то причине вылетал, ну, по разным, да, причинам, то он уже не мог устроиться никуда, ни в одно заведение Москвы. Потому что, ну, все знали. Гелировский наш небезызвестный пишет, что здесь были лучшие растягай. Да, у купца Татарыкина. Ну, а потом, соответственно, я извиняюсь, это наверняка кто-то, кто не может нас найти. И после революции, естественно, как вы понимаете, у Петра Татарыкина не было никаких шансов продолжать то, чем он занимался. Хотя потом была эпоха НЭПа, но Татарыкина уже не было. И здесь открыли столовую мост Сельпрова, московского сельского хозяйства. Значит, вот там вот у нас эта башня замечательная, а вот здесь столовая. Ну, и один из главных копирайтеров вообще советского периода, по фамилии Маяковский. Мы будем поговорить про такого персонажа на второй экскурсии, как Керженцев, который организовал вот эти окна Роста и прочее, и привлекал ведущих поэтов для того, чтобы они рекламировали новорожденный советский струй. Что эти поэты с удовольствием сделали, потому что их еще за это немножко подкармливали. Здесь и в Дове Печати, о котором мы поговорим позже. И Маяковский, одно из его гениальных произведений, звучит следующим образом. Ну, то есть, как вы понимаете, людей, которые готовы были плясать под определенную дуду, ну, причем, на самом деле, я вам хочу сказать искренне, они были всегда. И, в общем, Владимир Маяковский, он накатал огромное количество таких, он, как вы знаете, рекламировал главный университет, этот, универмаг Москвы, да, и огромное количество у него было еще всевозможных продвиженческих таких историй. Сейчас мы с вами, значит, сейчас я вспомню, я просто рассказываю, а потом вспоминаю, блин, на это не сказал, то не сказал, про прогу я сказал, про церковь я вам сказал. Какие церкви здесь были? Ну-ка, скажите мне. Бориса и Глеба. Бориса и Глеба и? Святого Тихона. Вот они. Значит, у Бориса и Глеба там стоит стела и прямо изображение, то есть вы можете на самом деле достовериться. Часовня вот эта Тихона стоит здесь, но она стоит не дорожная здесь. Тогда мы можем с вами, наконец, переходить на Поварскую. Обратите внимание, вот, вот видите, идет Арбат, да, Новый Арбат, и вот эти дома, вот эти вот, несколько донёв, они вот так вот вот в Буглёнах стоят. Вот это реликт как раз московский, это начало вот этой улицы Молчановки, которая здесь была раньше, пока не прорубили вот эту вот, ну, Ярдата. А Поварская, Поварская, вот она оканчивалась вот там. То есть вот эта вот таки линия ресторана Праги, это конец миссии Поварской. Немножко, да? Понимаете, да? Вот здесь это очень хорошо видно. Пойдемте дальше. Тут у меня уже апробированное место, удобная достаточно трибуна, чтобы вы все слышали и видели. Значит, это церковь Семёна Столпника. На самом деле у Семёна Столпника здесь один предел, вот без шарфика даже, ну, как так можно, а? У меня душа обливается. Особенно, когда в ноябре приходят девочки без шапок. Я как эта, злая мама, как бы, почему без шапки? Ну, я на самом деле не думаю, что я зимой буду водить экскурсии, и я как раз тут вот присмотрю помещение, наверное, буду приезжать с лекциями. Вот, будем в тепле, в уюте, надеюсь, еще с чайком и кофейком сидеть. Церковь Святого Семёна Столпника. Значит, Семён Столпник, ну, во-первых, откуда он? Из какого замечательного края? Он из Сирии. Да. На слуху у нас ныне это государство. Почему его так назвали? Потому что Семён, он прославился тем, что стоял на этом самом столпе, довольно долгое время. Большая, конечно, загадка, как там все происходило в его жизни, потому что, например, дьявол хотел его искусить, подослал ему колесницу с ангелами, и они сказали, что, типа, «Шагай к нам, дорогой друг, и вознесешься на небеса». И он уже одной ногой вроде как ступил, но в последний момент понял, что это искусств дьявола, и поставил эту ногу обратно. И потом, соответственно, в наказании самому себе на этой ноге стоял, по-моему, целый год. На одной ноге. Можете себе представить. Также он занимался самоистязанием, то есть он носил такие береги. Еще когда он был в Минастыре, он связал из пальмовых, значит, как это называется, не могу сказать. Нет, не веток. Листья. Ну, наверное, из пальмовых листьев. В общем, что-то там из пальмы у него было. Такие шкуты. Обтянул свое тело. И, в общем, появились у него раны. Раны стали источать не очень приятный запах. Братья начало жаловаться. Но братья объяснили, что это подвиг. И тем же самым, собственно, занимался, стоя на этом столбе. У него там даже заводились... Простите за такую подробность, но это житие святого. У него там заводились черви. Они падали на землю. И там у него был прислужник. Добровольно, естественно. И он приказывал ему этих червей обратно ему таскать наверх и прикладывал их обратно к ранам. Ну, извините, ребята. В честь этого святого был освящен один из пределов данного храма. И он вошел не только в историю, но и в нашу литературу. Например, в поэме Евгений Онегин. Там есть такой пассаж, когда Татьяна привозят в Москву на выданье, значит, приходит ее мамочка к своей знакомой давней и говорит, кузина, помнишь Грандисона? Как Грандисон? А, Грандисон! В Москве живет у Симеона. Меня в сочельник навестило. Недавно сына он женил. Ну, и также, по легенде, в этой церкви венчался Шереметти со своей крепостной просковью Жемчуговой. Знаете, эту душесчитательную историю, да, что у него была крепостная, которую он воспитал в определенном духе. То есть она прекрасно говорила по-французски, прекрасно пела. В общем, была такая фактически рафинированная леди, если бы не ее, как тогда говорили, подлое происхождение. Да, она была представительница подлого сословия. Поэтому ее не принимали. Они даже уезжали в Петербург из-за этого. Ну, и, соответственно, она рано умерла, что было для него большой трагедией. Венчались они здесь. И также здесь венчался у нас господин Победоносцев. Победоносцев потом стал опер-прокурором Святейшего Синода. Я вам хочу напомнить, что до революции патриарха у нас не было. А руководил не только русской православной церковью, но и вообще всеми религиозными делами страны, включая дела Магометан, как тогда говорили, иудеев, инославных, то есть имеется в виду литеран, католиков и так далее, обер-прокурор Святейшего Синода, который был лицом сугубо гражданское. И господин Победоносцев как раз был таковым, и он был после убийства Александра Второго правой рукой Александра Третьего. Его имя очень любили поливать помоймы в советское время. Он тоже здесь венчался. После революции, естественно, храм закрыли, спылили кресты, и потом, когда прокладывали водопоколинский проспект, храм собирались снести. И есть такая история про одного архитектора-реставратора по фамилии Антропов. Не Андропов, а Антропов. Он и до этого добивался того, чтобы эту церковь не смосили. И рассказывает, что когда сюда уже приехал эскаватор, работать он забрался в кувш этого эскаватора и сказал, я отсюда никуда не улезу. И таким образом, эту церковь, ну, не только, конечно, этим жестом, но, тем не менее, эту церковь удалось отстоять. Восстановили ее уже, передали ее в 90-х годах прошлого века русской православной церкви. И, в общем, сейчас это действующий храм, который воссоздан практически в православном виде. И слава богу, потому что это такая достаточно заметная доминанта. Она присутствует в ряде художественных фильмов. Например, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» там есть погони, где они едут и проезжают эту церковь. И недавно я делал пост у себя в группе ВКонтакте. В принципе, можно сейчас стоять и посмотреть, там по ленте скрутить вниз. Я смотрел тут недавно французский фильм, естественно, с русской темой. Он называется «Апляпахфе». Значит, «Идеальный план». И там действие происходит в Москве. Там есть прекрасная сцена, когда они приезжают на троллейбусе, выход на остановки, и бах-бах, фокус прямо на этот самый храм. Так что я вот, когда буду делать очередной обзор про образ русских во французском кинофорке, в кинематографе там скопилось несколько фильмов, я обязательно этот кадр там покажу и расскажу. А мы с вами идем на улицу Поварскую. Как вы хотите, по низу или по верху? По верху. Демократия невозможна. Пойдемте по низу. Так, а вот здесь, на углу с большой Молчановкой, вот здесь вот, раньше стоял вот такой вот дом. Вот видите? Ой, простите. Он у меня есть еще в цветном, ой, в варианте, ну как в цветном. В серо-цветном. Значит, тут располагалась знаменитая московская гимназия, в которой учились такие люди, например, как Маяковский и Пастернак. И вот эта школа, которая находится напротив, она является, ну, некой правоприемницей этой гимназии. Ее, например, закончил, я, к сожалению, не помню его фамилию, но этот человек, который еще в советское время придумал игру Петрис. Алексей Пожитнов. Вот, Алексей Пожитнов, точно. Сейчас он, как, к сожалению, многие его коллеги живет и работает, погодайте, где? Со штатами. Естественно. Там у него все хорошо. Вот, недавно он получил, кстати, премию в этой геймерской индустрии. Учился, окончил он вот эту вот самую школу. Здесь у нас с вами два особняка. Про один мы скажем вкратце, про второй более подробно. Значит, вот этот особняк принадлежал раньше человеку, купцу, имя и фамилия Коптерова находится, как вы понимаете, вот там. М. Г. Михаил Грачев. Значит, соответственно, вот эта усадьба называется усадьба Грачевых. Сейчас там находится по сути, в Норвегии. Они ее отреставрировали. И вообще, посол Норвегии говорит, что если бы такое здание было бы в Норвегии, оно было бы, ну, в общем-то, на уровне Королевского дворца. А у нас это, в общем-то, такая, ну, я не могу сказать, рядовая постройка, да, на Павловской улице, но не самая, скажем, знаменитая и заметная. Вот. Теперь давайте мы перейдем к следующей постройке. А, вот это замечательная усадьба Казакова Дункера Цетлина. Значит, из всех этих замечательных фамилий я остановлюсь на последний, на фамилии Цетлина. Я вам хочу прочитать отрывок из книги Окаянные дни Бунина, про которого мы еще подробно будем говорить, потому что поварская очень тесно связана с его именем. Нет, сначала я вам прочитаю отрывок из воспоминаний Ильи Оренбурга. Они очень показательные. Цетлины были одним из семей, с которым принадлежала чайная ферма Высоцкого. То есть, они были фабрикантами, по-нашему говоря, бизнесменами. Как я писал, многие члены этой чайной династии были эсерами или сочувствовали эсерам. Среди них известен ГОЦ. И вот это ключевой момент. То есть, вы можете себе представить, что люди, которые владеют бизнесом, при этом как бы сочувствуют, и не просто сочувствуют, а еще поддерживают революционеров. Да еще каких? Партия Сыров у нас отличалась чем? Террористической деятельностью. Она убила племя министра внутренних дел, она убила великого князя Сергея Александровича здесь в Москве. До этого, соответственно, она убила предыдущего министра внутренних дел Сипягина. Ну, это так по верхам, а по середняку я даже не буду говорить, там сколько всего было. И это все партия социалистов революционеров. Михаил Осипович Цетлин не принимал участия в подпольной работе. Это был сын владельца этого дома. Он писал революционные стихи под псевдонимом Амари. Амари, это опять-таки французская аллегория такая А-Мари. То есть, Мария, это было имя его жены. Соответственно, А-Мари по-французски это Марии. А, это предлог. Амари. Это был тщедушный хромой человек, утомленный неустанными денежными просьбами. Жена его была куда более деловой. Кроме Волошина у Цитлиных бывали художники Диего Ривера, Лориона, Гончаров. Бывал и Борис Савенков. Борис Савенков это глава боевой организации Серов, который потом возомнил себя литератором и написал, ну, в общем, надо сказать, может быть, и неплохие произведения Конь Бледный и Конь, по-моему, Вороной. Я не помню, как они назывались. Но Конь Бледный вот у меня есть. Сейчас я хочу остановиться на отсеке для них. Они иногда звали меня в гости. У них были горки со старинным фарфором, гравюры. Я мечтал о том, когда же рухнет мир лжи. И мир лжи, как вы знаете, в 17-м году рухнул. А вместе с ним, собственно, и усадьба этих Цетлинах. Я скажу потом, что здесь было, когда мир лжи рухнул. И вот мне еще, ну, он тут пишет, про что тут была, значит, Цветанова приходила, приходил Пальмот, Маяковский, были Мир Хлебников. Вот только Осип Эмилиевич Монтыштан несколько озадачивал хозяина. Приходил, всякий раз говорил, простите, я забыл дома бумажника, у подъезда ждет извозчик. Ну, то есть, это вы приезжаете в гости, говорит, вы знаете, я вот вызвал такси, а деньги дома забыл. Вот, как бы, такая ситуация. Не знаю, что делать прямо. Вот. Ну, понятно, что, как бы, Цетлинах знали, что делать. И, в общем, каждый раз, Мадельштам приезжал сюда на халяву, тут на халяву ел и пил. Ну, это нормально было, потому что он был поэт, это все-все принимали. Ну, какие деньги у поэта, собственно. И дальше, а вот Бунин пишет перед этим. Да? Где у меня Бунин? Вот у меня Бунин. Великолепные дома возле нас реквизируются один за другим. Из них вывозят какую-то мебель, ковры, картины, цветы, растения. Нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма. Вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома долженствующие быть какими-то правительственными учреждениями, мебель, новую конторскую. А со мне, к Цетлинах на Поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено великолепные матовые люстры за гардинами. И вот опять-таки, значит, Иренбург пишет, дом Цетлина на Поварской захватили анархистов во главе с неким львом Черным. Цетлины надеялись, что большевики выгонят анархистов и вернут дом владельцев. Анархистов действительно выгнали. Но дома Цетлины не получили и решили уехать в Париж. Уехали они летом 18-го года Постой, как вы знаете, потом вернулся. Его называли Красный граф. У меня лежит книжечка Петр Первый на помойке найденная. Хочу прочитать, наконец. В Париже Цетлине давали деньги на журнал современной записки. Некоторое время поддерживали Бунина и других писателей-мигрантов. Потом они уехали в Америку. Архив их пропал вместе с Тургеневской библиотеки. Вот что случилось, когда рухнул мир лжи. То есть вот это вот просто феномен. Причем этим занимались не только Цетлини, этим занимался и Морозов, как вы знаете, я сама, который этим занимался фабрикант Шмидт. И, в общем, нет комментариев. Представляете, их просто нет. Пойдемте дальше. Тут возник вопрос такой у нашей очаровательницы, очаровательной экскурсантки. А какой резон им был поддерживать революционеров? А какой резон вот поддерживать сейчас оппозиционные силы? Понимаете, это вечная проблема России. С одной стороны, что тогда, что сейчас режим не сахар. То есть не нужно думать. У меня вот будет выпуск про сериал Пики Блайндерс и фильм Маверик. Я там немножко расскажу про общесарскую фамилию, про их родственничков замечательных. То есть режим был далеко не сахар. Цензура была свирепой и так далее и тому подобное. И сейчас может быть для кого-то где-то что-то не устраивает. Но люди же они смотрят как бы максимально им кажется вот сейчас вот это все убери и мы вот с вами взявшись за руки запоем. и никто не смотрит на вещи трезво, без эмоций сверху. То есть самая главная вещь, которую вот никто не может понять, что мы что мы никогда мы никогда не выбираем между плохим и хорошим. Мы всегда выбирали, выбираем и будем выбирать между плохим и плохим. и очень плохим. Да. Вот и все. Ну это данность. Это не хорошо, не плохо, но так оно всегда есть. Понимаете? Особенно если смотреть на это с точки зрения простого человека. Я вот сделал себе пост, он вконтакте вызовет бурю эмоций. Я считаю, что с точки зрения простого человека, зная хоть немного его положение в царской России в советское время сейчас, мы живем в самое счастливое время. С точки зрения возможностей простого человека. Понимаете? Хотя с этим опять-таки многие будут спорить. Многие будут говорить, что я там продался, тря-ля-ля, три рубля, но я просто смотрю на вещи трезвые. Вот и все. Поэтому хороший вопрос то саблили, что двигало этими людьми? И это были не единственные там. Понимаете? В квартире у Горького с Андреевой у них была динамитная мастерская. Вы можете себе это представить? А потом, после революции, понимаете ли, Горький писал, значит, несвоевременные мысли. Вот он одумался. А потом он опять одумался и все-таки приехал в Советский Союз и стал тут прям вообще царем и богом. У нас все тут Горького. Улицы Горького, завод Горького, Горьковская станция метро у меня в Петербурге. Город Горький. Да, но сейчас Нижненовгорь, слава богу, обратно, да? Но тем не менее. То есть, как бы вот... Ну ладно. Давайте про более прекрасные вещи поговорим. Значит, развернемся. Я вам хочу показать. Видите вот этот вот дом с очень характерным фасадом, да? С таким рустованным. Вот фотография до 20-х годов. Это, значит, некая делегация, группа делегаций едет на российскую выставку. И тут как раз угадывается фасад этого дома. Видите, да? В общем, читается. И есть у меня даже фотография. Она более крупно сделана. вот. Тут вот прям трактор, сделанный в СССР. Ну и... А вообще это доходный дом Кальмейера. Кальмейер был адвокатом. Вот так у нас ужасно жили адвокаты до революции, что могли себе позволить вот этот дом. Сейчас один один из самых дорогих домов. Здесь много кто жил. Здесь, например, жил замечательный актер Кайдановский. Если вы смотрели Тарковского, особенно вы Сталкер, то вы знаете, о чем идет речь. Это фильм, который можно пересматривать вообще вечно. Ну и, конечно же, здесь был, жил Борис Березовский. Что уже говорит о статусе данного помещения. Мы с вами давайте зайдем вот сюда. Когда советское правительство торжественно и победоносно перебиралось из Петрограда в Москву, то ему надо было где-то селиться. Подбирали они себе исключительно непритязательные и никому не нужные помещения, такие как гостиницы Метрополь, Национарь. Называли их Дом Советов. Они по номерам были. Первый Дом Советов, Второй Дом Советов. Ну и вот это был еще один из Домов Советов. Ну, поскромнее, конечно, чем Метрополь, но тем не менее. Как вы понимаете, очень скромно они жили. Но победившие в революции должны были как-то своими какими-то благами пользоваться в конце концов. И здесь у нас висит две мемориальные доски. Про одну я не буду много говорить. Это Нариман Нариманов. Это один из первых этих руководителей азербайджанской вот этой как-то ячейка поделения. У нас всегда вот эти аббревиатуры назывались АССР, да, а соответственно партия, ну, в общем, короче, азербайджанского отделения коммунистической партии, он был первым. А я хочу обратить ваше внимание вот на эту замечательную мемориальную доску, которая гласит о том, что здесь жил Леонид Борисович Красин. Это, конечно, один из самых, ну вот, без иронии сказать, потрясающих деятелей революции. Это, ну, начать с того, что это был один из главных конкурентов Ленина, тогда, когда еще Ленина никто не знал, ну, я имею в виду массово. На этой теме они, собственно, с ним рассорились. И проблема была в том, что у Ленина были одни теории и никаких возможностей. А у Красина как раз была масса возможностей. Дело в том, что он был довольно успешный инженер. Сейчас, особенно в советское время, на слово инженер, знаете, получил такую коннотацию какого-то нищего технического работника. До революции инженер и вообще до революции высшее образование техническое гарантированно обеспечивало вам нормальную, ну, если вы не идиот, как бы, да, клинический, нормальную, хорошую жизнь. А если у вас есть еще способности, то вы, соответственно, инженеры, там, точно так же они, ну, могли там себе и дома заводить и прочее. Так вот, этот господин Красин, он, почему еще Нариманов-то? Потому что он, во-первых, заведовал разработками еще в царское время нефтяных вот этих буровых скважин в Азербайджане. И так же он был одним из главных инженеров, например, в Петербурге, извините, завода Сименс-Штукер. Это то, что потом стало электросилой. И параллельно он занимался террористической деятельностью. Он курировал, соответственно, изготовление бомб. Да, он, там, например, посылал людей в Македонию, были такие специальные македонские бомбы, они назывались, да, и здесь изготовляли, в Москве, в Петербурге. Ими он снабжал коллег по цеху тех же самых СРФ. Например, знаменитое покушение на Петра Аркадьевича Столыпина на Аптекарском острове, когда пришли, взорвали просто тупо его дачу. И, значит, вот дочь его стала инвалидом, после чего Столыпин, как вы знаете, не очень возлюбил революционеров и ввел вообще довольно жесткую систему, вследствие которой революция фактически была подавлена. Там, конечно, и невинных пострадало достаточное количество, но тем не менее. Так вот, отсюда этот Столыпинский галстук, да, и прочее. Так вот, бомбы эти были изготовлены у товарища Красина, но они с Лениным разошлись по определенным причинам, причем не только идеологическим, надо сказать. Но после революции, после революции у большевиков была существенная проблема. Ну, вы поймите, как бы, невозможно все начинать с чистого листа. Да, нужна все, нужна идеология нормальная, нужны кадры. Так вот, нужны были профессиональные кадры. Если с армией еще как-то более-менее было терпимо, многие шли в Красную армию, потому что опять-таки была возможность социального лифта, то вот в техническом, в технической среде очень было сложно. И тогда, когда подключился к этому делу Леонид Красин, он обладал таким авторитетом в этом кругу, что через него большевика пришло огромное количество технических специалистов. Он их привел, он сказал, ребята, ну да, большевики, бла-бла-бла, но все будет нормально, я вам обещаю. Вот, то есть он их приводил, он обеспечивал их работой, он выбивал им там пайки, он выбивал жилплощадь и т.д. и т.п. И таким образом хоть как-то наладилось. Это первое. Второе, что было выяснено, что нужно посылать послов за рубеж, а если ты по образованию, как вот Микоян, там, сапожник, у тебя низшая там незаконченная, то ты даже не знаешь, как правильно там, я не знаю, какие ботинки надеть и как себя вообще при личном обществе вести. Это тоже была существенная проблема. Украсть у нас с этим было все нормально. Поэтому он был, например, послом в Лондоне у нас, ни больше, ни меньше. Ну, умер он, я не помню, к сожалению, но по-моему, это что-то ужасное, то ли от рака, то ли от чего-то. В общем, вот еще один пример человека, который на самом деле, если хотел бы до революции, сделал бы нормальную карьеру себе, тихомирную. Но у него вот были какие-то свои мотивы, понимаете, может быть, вот наполеоновские какие-то комплексы, может быть, еще что-то, что он параллельно с коммерческой успешной деятельностью занимался вот такими делами. И вот, соответственно, когда он приехал из Ленинграда, ой, еще не Ленинграда, извините, из Петрограда в Москву, вот он поселился здесь, собственно, аж по тысяче, сколько там получилось, 7 лет он тут прожил. Видите, балкон над балконом герб. Это герб, значит, графини Милорадович. Этот дом, этим домом владели две аристократки, графини Милорадович и княгиня Мещерская. Так вот, с этим домом связана замечательная в кавычках история. Дело в том, что у княгини Мещерской у нее была коллекция картин, среди которых находилась тонда, приписываемая кисти Боттичерри. У нее находилась картина, которая приписывалась кисти Боттичерри, и сразу после революции к ней наведался посол Германии и предложил, ну, во-первых, он предложил ей вывезти ее саму, а во-вторых, он предложил ей продать у нее оставшиеся картины, в том числе вот эту вот картину Боттичерри. У нее была дочь, которую она называла Китти, да, и информация о том, что княгиня Мещерская собирается продать картину с Пула в ЧК, сюда приходили с обыском, ничего не нашли, ее вызвали непосредственно к Феликсу Дежинскому, он ей сказал, вот правда, что вас навещал немецкий посол, она сказала, правда, и тогда он ей пообещал, что если она отдаст картину, с ней ничего не случится, она поставила условие, чтобы эта картина тоже осталась в России обязательно, и написала знаменитую записку, которую вместе с чекистами передали ее дочери, Китти от Дэй Боттичелли, и вот они с этой запиской пришли сюда, и вы никогда не догадаетесь, где она спрятала в квартире эту картину, в квартире, в квартире, в квартире, этот хост был зашит в квартиру, они на самом деле боялись не столько чекистов, они боялись как раз таки анархистов, которые приходили и забирали все подряд, в основном все, что в основном блестело, конечно же, мы могли и на это позариться, поэтому вот так вот эта картина ей осталось, я читал воспоминания дочери, на самом деле совершенно потрясающие были люди, они потом поехали работать в какую-то фабричную столовую, там эта княгиня шифровала, что она не княгиня, она устроилась в столовую поварихой, обеды сразу улучшились, потому что она не воровала продукты, понимаете, люди это очень оценили, потом как-то кто-то уговорил ее где-то спеть на каком-то концерте, а она спела так, что там все офигели, никто не знал, что это княгиня, в общем, там целая история приключений, но они несли этот крест, то есть они считали, что они отдают долг вот как раз эксплуататорского класса, значит они это заслужили, вот, пойдемте дальше. Ну, соответственно, вот так выглядела эта картина, ну как выглядела, она сейчас выглядит она так, она висит в государственном музее имени, в государственном изобразительном музее имени Пушкина на Волхомке. Любой из вас может пойти на нее посмотреть в натуральную величину. А вот это вот строение, одно из первых строений построено в Москве в стиле модерн, построено нашим замечательным архитектором, любимым Львом Кекушен, и я специально взял картинки, где изображен, во-первых, сам Льв Кекушев, во-вторых, еще кое-какие его дома. Вот этот вот Льв Кекушев, у нас сегодня еще будет встречаться ряд его построек, и вот, соответственно, но это я вам не буду показывать, зачем, а вот это покажу. Вот это его личный особняк, и посмотрите, там он очень любил еще Львов ставить. Сейчас этого Льва там нет, но когда-то он был. Это на Остоженке его особняк. У меня была под экскурсией, причем, по-моему, два раза. Вот это один из первых примеров стиля модерн у нас в стране. А вот там вот, ну, давайте два шага шагнем. Здесь, обратите внимание, вот прямо под жидомасонским знаком, который на третьем этаже расположен, мемориальная доска Ивану Бунину. Он здесь жил и, собственно, наблюдал вот эту всю картину, которая происходила на поварской, которая отобразила в своей книге «Окаянные дни». Поскольку у нас уже что-то времени мало и погода не айс, давайте мы так вот, я Тарабунина расскажу возле его памятника, который находится дальше, да? А мы сейчас с вами пойдем на углу, где наш замечательный суд походится. Почему у нас зрячая? Ну, это хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Почему зрячая Фемида? Ну, поэтому не проехался только Ленива, действительно, у Фемида должна быть повязка, ну, потому что она же, типа, как бы, сама объективность и прочее, сама независимость. Но, видать, у создателей данного произведения были какие-то свои взгляды, а может, они как-то более правильно смотрят на ситуацию, но тем не менее, как бы, нарочно не придумаешь, действительно, не Фемида без повязки. Хотите верьте, хотите нет. Это, как бы, самый главный суд. Находится он на углу Поварской Большого Ржевского переулка. Ржевский переулок назван был так не в честь герой анекдотов, а в честь Ржевской иконы Божьей Матери, церкви Ржевской иконы Божьей Матери. И я вот, я вот, я вот, я вот только что же ее приготовил. Куда я ее делал? Вот она. Тоже очень похоже на все предыдущие церкви. Вот она стояла прямо на этом месте. Ее снесли и на ее месте водрузили вот это вот очаровательное неоклассическое здание и вот с этой замечательной скульптурой. Пойдемте вот так вот. Здесь, как это не смешно звучит, но я хочу обратить ваше внимание на пень. Вот на тут. Видите, этот пень. Здесь рос Вяз. Вяз долгожитель, местная достопримечательность. Ему было там, не помню, ну 200 лет ему точно было. Который в итоге погиб совсем недавно в одной из самых сухих, в одной из самых сухих лет. Как по-русски так сказать. Дело было так. Лето было сухое и Вяз все. Вот. И это ну большая, конечно, утрата на самом деле. Но что поделать. У нас тоже в Петербурге был дуб, который был посажен еще Петром Первым на Каменном острове. Но тоже дуб. Все. Сейчас там посадили молодой дубок. А здесь у нас памятник Ивану Алексеевичу Бунину. Я бы хотел напомнить вам, что Иван Алексеевич Бунин, помимо того, что он прекрасный писатель, он еще у нас является и первым отечественным нобелевским лауреатом. Безусловно, как и во всех награждениях нобелевскими премиями, может быть, отчасти это было немного и политическое решение, потому что вы знаете, да, кому еще нас давали нобелевские премии. Но, тем не менее, эта нобелевская премия пришлась очень кстати, потому что он был живым иммиграцией, денег не было. тем не менее, эту нобелевскую премию он растронжировал очень быстро, потому что, во-первых, у него было огромное количество долгов, во-вторых, он помогал еще своим коллегам, писателям. Иван Бунин, это, ну, наверное, одна из таких классических, знаковых потерь нашей литературы, то есть человек, который не принял большевистскую власть, человек, который никаких иллюзий по поводу нее не испытывал, человек, который, в общем-то, эмигрировал и обратно возвратиться он, конечно, хотел, но прекрасно понимал, что его здесь ждет. Ну и, соответственно, вы теперь понимаете, почему здесь стоит этот памятник, потому что Иван Бунин жил вот в том доме. А теперь, если мы развернемся, вот сюда давайте встали. Это у нас училище Гнесиных, известное, знаменитое. И вот смотрите, вот у нас, значит, там стояла церковь иконы Ржевской Божьей Матери, а вот здесь у нас стоял еще один храм святых Бориса и Глеба, не тот храм святых Бориса и Глеба, который Арбатских ворот, а другой. Вот там вот он стоял, вот так вот он выглядел. И, в общем-то, он даже нам сейчас пригодится чуть-чуть в дальнейшем, когда я вам расскажу еще про одно замечательное событие. Пойдемте дальше. Это усадьба Гагариных. Княж Гагарин заведовал конюшенным ведомством. И именно поэтому, вот если вы посмотрите, вот видите, там такое строение вытянутое во двор. Ну, можете шагнуть, господи, посмотреть. Видите оно? Это манеж. Затем князь Гагарин, ну, не то чтобы разорился, но очень надорвался при постройке этого замечательного особняка. Он выглядит, как и должен выглядеть барский особняк. Во-первых, он наступает от красной линии, чтобы шум меньше мешал господа. Он продал его, собственно, как раз таки этому самому конюшному ведомству. И одно время здесь жил господин Гартунг со своей супругой, которой звали Марии Гартунг. Была она не больше, не меньше, как старшая дочь Александра Сергеевича Пушкина. Я вот не помню, взял я портрет. Ну, у Пушкина, вы помните, какая была замечательная красавица-жена, и дочери были не менее красивыми. Но проблема в том, что этого Гартунга его обвинили в казнократстве, в том, что он присвоил какие-то суммы. Он это отрицал. И во время суда, который над ним состоялся, он просто взял и застрелился. Ну, во-первых, оцените время, какое было, что вы могли прийти в суд с оружием. То есть никаких металлоискателей, ничего. Слушайте, а я неужели не взял этот поросенок? У меня есть портрет ее, да, я ее выкладывал, потому что у меня была экскурсия в Петербурге. У них не осталось детей, и она дожила аж Мария Пушкина-Гартунг, она дожила аж до советского времени, и Луначарский назначил ей персональную перетию, просто за то, что она дочь Пушкина, которой она не успела воспользоваться. То есть, она умерла, так и, в общем-то, этой персональной пенсией не воспользовалась. Но она может из себя оценить ее жизнь. Рассказывают, что она еще в 70-летнем возрасте ходила и купалась в Москве-реке и могла вообще переплыть туда-обратно. Вот такая была замечательная женщина. А здесь у нас, соответственно, стоит памятник Горькому. Это еще одно произведение. Это творение Веры Ивановны Мухиной. То есть, самое, которое, значит, именно его она делала в своей мастерской. Вот у меня была экскурсия по Пречистинке. Я хочу ее повторить как-нибудь, может, в следующем году показать. Потому что на прошлой экскурсии по Пречистинке выяснилось, что никто вообще там не был и никто не знает существования этой мастерской в переулке. Вот, собственно, там она этого Горького и делала. Это фактически последняя ее работа, после которой она, надорвавшись Верой Манны Мухиной, в отличие от многих других скульпторов, которые, знаете, только доводочку делали, а все остальное доверяли своим подмастерьям. Она сама, честно, с кувалдой, это, знаете ли, вам не это, не мышкой щелкать по куврику. Да, то есть, вот, ну и у нее была болезнь сердца, порог сердца из-за этого, и вот, собственно, она скончалась. Сейчас это, собственно, институт мировой литературы, где, вы не поверите, вообще, по идее, учат на писателей. Да, то есть, вот, вы, как бы, можете окончить, станьте дипломированным писателем, можете, не знаю, наверное, трудоустроиться, с этим дипломом прийти и сказать, ну, знаете, я писатель. Вот, вам сказал, вы как замечательно, нам как раз нужен, вот, шоколадницу. Поэтому, вот, пойдемте дальше. Здесь у нас дом. На этой мемориальной доске это не отмечено, но, тем не менее, здесь находилась квартира одного из приятелей, Пушкина, Киселева. И хранила не только приятельские отношения, они вместе ухаживали за двумя сестрами Ушаковыми. Киселев за старший, Пушкин за младший. Но у Пушкина там не очень получилось, а у Киселева получилось. И он обвенчался с этой Ушаковой как раз-таки в той самой церкви святого Бориса и Глеба, которая стояла раньше на месте, значит, Гнесинской школы. У нас, кстати, вот, товарищ фотограф окончила Академия Гнесиных. Вот, прошу любить и жаловать. Видите, какие замечательные люди ходят к нам на экскурсию. Соответственно, и в квартире этого Киселева Пушкин в Москве первый раз читал поэму Полтавы. А в чем, собственно, здесь вы можете прочитать. А теперь, если мы развернемся на другую сторону, мы увидим с вами совершенно потрясающую историю. Но вам надо еще направиться минут на 15. Да, у нас сегодня такая длинная получилась экскурсия. Вот эти два дома, этот и тот, они оба построены тоже Львом Кекушевым. Но, если вы посмотрите, они очень сильно отличаются. Если тот, мы к нему подойдем, рассмотрим более внимательно. Если тот модерн-модерн, то этот уже такой более классического фасада. Дело в том, что эти дома строились обществом, строительным обществом, которым заведовал человек по фамилии Рек. Грубо говоря, по-современному, по-нашему, по-русски, это была девелоперская контора. То есть, она строила объекты, которые потом планировала продавать. Для нас сейчас это нормально, но тогда это было достаточно вновь. То есть, если еще, скажем, доходные дома было понятно, но чтобы построить именно особняк на продажу, это было непонятно. Обычно особняки строили под себя. Они же строили эти особняки именно под продажу. И в итоге купец Понизовский, который купил этот особняк по проекту Кекушева, ему не понравились эти модерновые штучки. И он заказал, его переделали. А вот купец Миндовский, ему все понравилось. И сейчас мы туда сходим, я вам расскажу пару интересных вещей. Смотрите, чем интересен этот особняк. Давайте пройдемте чуть-чуть дальше буквально. У него фактически нет парадного фасада. То есть, он со всех сторон, вот с какой стороны не посмотришь, он со всех сторон прекрасен. То есть, грубо говоря, всегда у дворцов там есть какая-то лицевая часть и тыл. Ну, естественно, к жилому помещению прилагалась конюшня. Вот тут специально для милиционеров даже атрибутирована, которая волшебным движением руки мастера превращалась из конюшни в гараж. Потому что это уже было начало 20 века, автомобили уже существовали. Но есть тут еще одна потрясающая деталь. Для того, чтобы ее видеть, вам надо шагнуть сюда. Вот вам придется скучковаться, вот так вот обойдите. Вот посмотрите, вот там вот на таком псевдо-фронтоне там бьется герб. Да, под рыцарской маской, но он пустой. Дело в том, что когда строили этот особняк, естественно, предполагали, что купит кто-то благородный, у которого будет свой герб. А купил Иван Миндовский, который мало того, что Иван, так еще, значит, из простых. У него, естественно, никакого герба не было. Соответственно, вот этот герб так пустым остался. То есть, если мы на доме графини Милорадовича видели, значит, городский герб, то вот, пожалуйста, пример герба пустого, который никогда не был заполнен. И вот так вот он, я удивляюсь еще, что этот Иван Миндовский не стал его демонтировать, потому что, ну, довольно интересно это выглядит. Вот. Пойдемте дальше. Значит, мы с вами уже видели отсутствующую церковь иконы Ржевской Божьей Матери. Мы с вами видели отсутствующую церковь святых Бориса и Глеба. И вот вам, пожалуйста, вот это строение в таком конструктивистском стиле, это бывший дом политкоторжан. Оно было построено на месте вот этой вот замечательной церкви, которая называлась церковь Рождества в Кудрово. Она сокрыта в одном из объемов вот этого здания. То есть вот так вот церковь превращается волшебным движением руки церковь Рождества Христова в Кудрово вот в это здание. Ну, как вы знаете, все эти общества политкоторжан, они просуществовали недолго, потому что их довольно быстро свернули, потому что эти вот изначальные коммунисты-большевики, да, самые первые, они очень быстро смекнули, что что-то партия рулит не туда, за что она боролась, ну и их быстренько притнули. И потом здесь возник театр господи, как он называется-то? Театр киноактера, да, то есть тут в театре играли именно киноактеры. Мы с вами разворачиваемся. Мы видим, кстати, на этот раз уже теперь княжеский герб. Он пустой, но он пустой не потому, что здесь не было этого княжеского герба, его просто затерли в советское время, последним владельцем была княгиня Алсуфьева. Сейчас, ну, в советское время здесь располагался центральный дом литераторов СДЛ. Это было одно из самых таких престижных, прелегированных заведений с рестораном, потому что туда был вход только по корочкам. Вот это вот советская тема, да, то есть вы член Союза писателей, неважно, был там Союз писателей, Союз архитекторов, Союз музыкальных деятелей, и у них у всех были некие такие точки сбора. В этих точках сбора, как правило, были рестораны, в этих ресторанах вкусно кормили, наливали, в общем, давали все то, чего не давали в других местах. Например, на Большой Морской, там был-то у нас центральный дом архитектора, там готовили такое мясо по-архитекторски, свинину с сыром, то есть нигде его больше не готовили, да. И очень мне понравилась история про, ну, понятно, что писатели зажигают все как только могут. У нас был, сюда все сходили и актеры, сюда, кстати, к этой самой княгине Асуфе по легенде приезжал Александр Третий, чуть не навернулся там на лестнице с добрыми словами. Потом сюда приезжал еще Рейган, под него специально, значит, он уже был в годах, вот, и там должен был быть приемы и очень долго думали, как там с туалетом быть. В общем, его прям за занавесочкой там организовали туалетом, чуть ли не паркет собирались сверлить под эту серию, но, слава богу, не стали это производить. И здесь же, помимо прочего, ну, не только там справляли, но и провожали в последний путь знаменитых писателей и ставили прямо гроб, вот, и актер Маргунов с кем-то подвыпив, он поспорил, что он сейчас пойдет в эту гробу, ляжет. Вот, они поспорили, он пошел, лег и там, и заснул. Ну, то, что было, это, вот, пришли родственники, увидели это дело, вообще был скандал, Маргунова исключили, значит, запретили ему там приходить, я не помню, там, на год или на три, ну, в общем, вот они вот так вот там зажигали. И во время сухого закона, в Горбачевское время, когда якобы нигде не пили, то у них там был, соответственно, как раз вот в детской этой княгине, Алсуфьевой, там у них был самый главный, какой-то там партийная там что-то, ячейка, вот в этой, они приходили, в этой партийной ячейке, значит, они там выходили, значит, закусывали, ну, и плюс, естественно, им приносили потом, там, в чайничках, там. Ну, как это у нас обычно делается? Соответственно, вот это вот АЦДЛ, а вот это вот желтое здание, ну, сначала, давайте не про желтое здание, сначала про этого, значит, одного человека. Так, ну, это папа двух режиссеров, да, как вы знаете, они просто от разных ман, но от одного папы. И он жил вот в этом доме, вот в этом самом доме, ну, и я думаю, что про него мне вам не надо ничего рассказывать, да, это редкий случай, когда представители именно дворянской фамилии уцелели в советское время, да, не просто уцелели, а, в общем-то, у него было все хорошо, да, то есть, во-первых, все эти детские стихи, там, дядя Степа и так далее, но, второе, самое главное произведение его жизни, это гимн Советского Союза, то есть, знаете, не, 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 не бухта нет, не каждый поэт вам этим прославится. Соответственно, здесь у него был установлен памятник, есть фотография, Путин присутствовал на открытии этого памятника, где он возлагает все точки ему, да, то есть, все нормально. Ну, и нас осталась последняя точка, я думаю, что надо перейти дорогу, и там мы почти закончим. Но, а вот это у нас вот просто усадьба-усадьба, да, последней, кому она принадлежала, была семья Батыш-Каменских, и мы с вами, смотрите, мы с вами видели уже графский герб, мы с вами видели пустой герб, мы с вами видели княжеский герб, а вот это баронский герб, то есть, вот вам поварская прямо вот все гербы, какие только могут быть. И до сих пор борются две истории, одни считают, что это именно дом Наташи Ростовой, да, что именно этот дом на поварской имел в виду Лев Николаевич Толстой, когда все это дело описывал, другие считают, что нет. Но я вот смотрел замечательную передачу об лимовании Москвы, где к своему студу я как не могу запомнить фамилию этого прекрасного человека, он совершенно потрясающий московед, на России он эти выпуски делает, он, в общем-то, говорит, что скорее всего это все-таки дом Наташи Ростовой. И перед этим домом установлен памятник Льву Николаевичу Толстому, именно по этой теме, но он характерен другими вещами. Он поставлен сюда в год трехсотлетия воссоединение прости господи Украины с Россией. И это некий дар украинских писателей нам. Вот такое, в общем-то, наше нелегкое время неоднозначное, довольно знаковый памятник. Их есть несколько таких, и в Петербурге стоит там тоже парочка довольно интересных. Так что вот дар украинской творческой интеллигенции, нашей творческой интеллигенции. А вот там вот в углу, за деревьями не видно, там где надписи с полком, там раньше была домовая церковь святого Филиппа. Филипп это тот самый человек, который, в общем-то, противился Ивану Грозному. Вот есть замечательный фильм, я не знаю, видели ли вы, нет, с Янковским. Царь, да. Ну и по сложившейся традиции, сейчас на месте этой домовой церкви вот с той стороны, если мы пойдем, мы увидим, что там ресторан. Да. Ну, бывает. Так, подводя черту, значит, контрольный выстрел вам в мозг. Итак, мы начали с вами с того, что я вам показал Арбатскую площадь. На этой Арбатской площади мы с вами увидели, что там стояло две церкви, да, Святого Тихона, Чудотворца Тихона и Церковь Святых Бориса и Глеба. Там сейчас стоит стела, которая обозначает, ну, якобы то место, где стояла Церковь Бориса и Глеба, она чуть-чуть, на самом деле, была сдвинута. Ну, неважно. Затем мы с вами видели пятиконечную, значит, станцию метро Арбатскую, я вам рассказывал про замечательную, в кавычках, историю из Великой Отечественной войны. Потом, значит, ресторан Прага, да, Татарыкин купец, и Маяковский писал про это дело, стихи, потом столовую Моссельпрома. Церковь Семенов Столпников, в самом начале Арбатской, на углу с Молчановкой, там гимназия была мужская, где учился Маяковский и Пастернак, напротив школы правоприемницы этой гимназии. Дальше у нас было два особняка, значит, один Цетлиных, второй Грачевых, затем дом Массейн, ну, все, ну, надо, 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 затем дом, значит, соответственно, где жил Леонид Борисович Красин, напротив дом княгини Мещерской и, значит, графини Милорадович, дальше дом, в котором жил Иван Бунин, напротив него здание суда, где раньше стояла церковь, значит, Ржевской иконы Божьей Матери, отсюда Ржевский переулок, дальше напротив целый комплекс, значит, Гнесинки, там раньше стояла другая церковь святых Бориса и Глеба, напротив сквер, где рос Вяз, и стоит сейчас памятник Ивану Бунину, дальше по правой стороне два замечательных особняка по проекту Льва Кекушева, один переделанный Понизовского, другой оставшийся в оригинале Миндовского, вот, затем усадьба Гагарина, где стоит памятник Горькому, где нынче, значит, литературный институт, потом бывший дом Политкоторжан на месте церкви Рождества Христова в Кудрово, и вот этот дом будем считать Наташей Ростовой. Краткое содержание предыдущих серий, я надеюсь, как-то это все осело. Спасибо. Следующий выходной состоится заключительный блок Романов без соплей, весенний блок, его продолжу уже осенью, мы поговорим про великого князя Сергея Александровича и его младшего брата, великого князя Алексея Александровича, гей Сергей и князь Сусимский, можно их так назвать, и, собственно, про их как бы хорошие и не очень хорошие стороны и пойдет речь. В субботу, по традиции, в 2 часа дня на Кутузовском 24 в библиотеке имени Толстого, в воскресенье в 16.00 на Гончарной 23 в Сургут баре. И я хочу сказать, что в марте, скорее всего, лекции в Москве уже, наверное, либо не будет, либо будет в гораздо меньшем количестве в Петербурге. Возможно, я буду их продолжать. Следите за анонсами в моей группе ВКонтакте. Все ссылки есть в описании под этим выпуском.